привет всем это русско-американский ренессанс виктория джеймс снова и по-моему уже канал реально пора переименовывать просто в какие-то я не знаю может быть не герои нашего времени или что-то такое потому что я уже полностью как-то удалилась от социальных тем каких-то дискуссий и в последнее время как-то реально что-то все про себя про себя про себя про себя про свои страдания про свои мучения какой-то такой как coming out знаете пора рассказать о себе как люди там после 20 лет на эстраде и попыток выглядеть как такой популярный альфа-самец такие выходит говорит вы знаете мне вообще никогда женщины не нравились вот у меня тоже самое после 10 лет в америке прошел стыд говорить о том что действительно иногда себя чувствуешь как лузер иногда себя чувствуешь как лох и ты в принципе нормально к этому относишься привыкаешь к этому чувству потому что потому что потому что может быть просто ты нормальный человек и потому что когда постоянно идет тема какого-то соревнования кто лучше и кто хуже и люди которые даже и приходят из других культур становятся такими же то ты просто уже начинаешь гордиться что ты вот всему этому не поддался остался нормальным человеком ни с кем не соревнуешься и просто как это мир дружба жевачка как это unity quality brotherhood да единство братство и равенство ну и все есть в таком ключе которое на самом деле когда ты анализируешь общество здесь понимаешь что этого и в помине нет все по полочкам и эти там эти сам ну короче у нас разговор сегодня немножко не об этом действительно я поняла что к 30 годам нужно каким бы ты не был какой бы ты не был а понять свои ценности и как то вот от них сильно не отклоняться потому что это просто уже становится опасно для твоего душевного здоровья потому что ведь понимаете у меня то всегда есть россия какие-то русские друзья но если меня все совсем достанет могу съездить отдохнуть здесь какое-то убежище а вот у людей здесь как бы у них же ведь некуда бежать они здесь родились и постоянный прессинг вот этого и кризис вот этого душевного здоровья постоянная гонка мне кажется это что-то о чем пора уже немножко говорить сейчас одну секундочку я принесла книгу для не героев нашего времени потому что ну какие же мы герои ребята ночью вот и естественно все что включает себе элемент какой-то ой все что включает себя элемент какой-то линии какого-то размышления какого-то самоанализа какой-то какой-то попытки разобраться в себе и ухода от какой-то постоянной борьбы и гонки вот эти темы меня как бы интересовали всегда но когда ты понимаешь когда ты понимаешь что это еще и связано с каким-то научным знанием о здоровье о психологическом здоровье то ты уже думаешь ого то есть моя интуиция она не просто какая-то интуиция какого-то странного человека а это интуиция которая подтверждается наукой потому что я всегда любила поспать всегда любила полениться любила отдохнуть любила проекты свои творческие создавать в кровати не вставая и вот оказывается именно так и надо жить для того чтобы сохранить свое психологическое здоровье я покажу книгу называется joy of laziness немецкий ученый питер акст и микаэла акст гэдерман его по моему дочь они в общем начали создавать развивать вот эту теорию неудивительно что это в европе начало развиваться все-таки там люди они более-менее как-то врубаются что должна быть в жизни какая-то глубина какой-то анализ какая-то душевность это не может быть просто как люди встречаются оценивают друг друга ты меня лучше или ты меня хуже это действительно как нездоровая но этого очень много в обществе первый вопрос который тебе задают где ты работаешь а как а чё то есть тебя оценивают чисто с точки зрения приехали ты в америку чтобы ее завоевать и завоевал ли ты и даже у людей не возникает такой мысли что может быть ты вообще никогда ничего завоевывать не хотел теперь никогда не было нужно ты просто живешь интересной жизнью и на все это срать хотел вот и что интересно в этой книге я ее изначально прочитала на русском языке есть перевод где-то на litress.ru или где-то в русском доступе по-моему ее можно даже бесплатно почитать или за какие-то небольшие деньги может рублей стоили что-то такое может даже меньше в общем книга она состоит из глав которые покрывают как бы очень очень интересный предмет разговора вот например то что я запомнила из этой книги то что есть допустим какие-то виды спорта которые очень ухудшают человеку жизнь например напряженный спорт вот из серии очень долгие забежки да допустим бег на долгие расстояния штанга спорт который действительно очень большой приносит стресс организму что есть научные данные в этой книге научные данные ребята это не какая-то туфта человек занимался этим с научной точки зрения анализировал это так вот есть научные знания и анализ о том что вот это такая напряжная депрессивная соревновательная жизнь она очень сильно сказывается на здоровье как бы проведите параллель с нашей жизнью постоянно вот эти все деньги кто больше зарабатывает у кого больше дом у кого больше машина каждый год новый iphone это все сумасшествие и это все и соревнование постоянное и спорт такой напряженной она вызывает постоянную как бы ну то есть представьте что у вас у вас есть в организме кортизол гормон стресса и этот гормон это как открытый кран кран открывается он вытек вы успокоились там побесились прошло человек который постоянно соревнуется занимается таким тяжелым спортом включен очень сильно в эту систему или вообще очень соревновательный человек жадный человек такой какой-то сумасшедший бизнесмен и все такое прочее человек у которого кран открыт постоянно и нам преподносит это как будто это все нормально это хорошо это смысл жизни смысл жизни в чем раздолбать свою нервную систему или быть стадом или вот это реально смысл жизни то есть вот извиняюсь я пытаюсь бросить курить мне пока не получается поэтому пока что ну я в общем то хочу действительно это наверное такой будет немножко долгое видео уж там реально есть о чем поговорить и тема очень важная вот этот соревновательный дух ну стараюсь бросить курить я это не пропагандирую но если у вас крыша едет от того что вы не можете без сигареты и у себя ограничиваете это тоже немножко опасно для здоровья все потихонечку все в меру вот и и как бы суть заключается в том что вот это вот соревновательная позиция человеческом организме это как я вам сказала метафора это открытый кран из которого постоянно течет кортизол гормон страха гормон депрессии и вот многие люди так живут потом они удивляются почему в 50 там 40 лет у спортсмена инсульт да мы много знаем таких случаев там турчинов или турчинские там спортсмены очень большие и важные как они себя в принципе загнали вот этим вот стремлением быть какими-то идеальными успешными и мне кажется это что-то на чем стоит задуматься советую очень эту книгу я не знаю как она по-русски называется но по-английски я вам сказала я думаю что по-русски вы тоже ее найдете если будет вопрос то напишите я скажу вам при найти и что тут еще интересно покрывается какие-то темы очень важно иногда себе делать такой разгрузочный день в плане информации вот вообще ничего не делать особо ни с кем не разговаривать не думать много не просто вот такой день безделия который они рекомендуют раз в неделю или пару раз в месяц хотя бы делать день такого умственного здоровья я все-таки немножко в этой сфере работаю и я вижу как много людей кстати достаточно много людей достаточно умных этим всем увлекаются и заканчивается все очень плачевно и они перестают быть способными нормально общаться наслаждаться простыми вещами в жизни и и это все не я не то что какой-то такой прям дипломированный психолог но я считаю что есть люди которые своим умом доходят до того до чего не всякие ученые дойдет просто потому что читаешь книги развиваешься наблюдаешь и ты сам становишься можно сказать доктором в своей голове ну и к тому же и я человек была когда-то очень соревновательная я сейчас как-то себя отпустила у меня тоже эти проблемы были мне там желудком начались проблемы панические атаки я ночью вставала мне было плохо но это все связано вот с этим соревнованиям и желанием быть каким-то самым лучшим постоянно ну я с этим завязала и что тут еще интересного они так же рекомендует сделать небольшие разгрузочные дни либо пропускать завтрак либо пропускать ужин ну хотя бы может быть пять раз в неделю или сколько-то пропускать завтрак и ур или ужин одно из двух или может обед но обед тяжело наверно пропустить если вы работаете на завтрак и ужин иногда можно или как-то совсем его сделать легким а затем либо они рекомендуют раз в неделю просто не ничего не есть или есть что-то очень легкое может быть фрукты или овощи просто пить воду вот что-то такое что это очень сильно повышает работоспособность ума разгружает вас психологически помогает вам чувствовать себя лучше и и это основано на многих историях людей которые вот до старости остались молодыми достаточно бодрыми они не занимались очень активно физической нагрузкой они может быть иногда медитировали гуляли по пляжу развлекались общались с людьми и иногда не вот много историй там не ели раз в неделю или пропускали завтрак и вот эта комбинация она очень как бы улучшает здоровье человека и вообще уровень стресса сильно снижает то что стресс вещь серьезная и здесь очень интересно также дается таблица из 100 баллов какое событие в жизни сколько вам приносит стресса вот тут и смерть супруга развод травма замужество долг даже замужество может быть стрессом кстати вот замужество мне интересно пятьдесят из ста представляете вы выходите замуж или женитесь и у вас стресс так что осторожнее нужно осторожность трудности законом изменение школы переезд достижение значительное в жизни тоже очень приносит стресс не очень большой но тоже приносит изменение в привычках то есть ну много ситуации жизни когда и бывает какой-то здоровый уровень стресса такой более-менее который можно пережить есть конечно вещи более серьезные ну просто чтобы вы знали потеря человека потеря людей она вот на самом высоком уровне не денег не квартир не машина именно потеря людей а что тут еще интересного вот во вторых вообще супер идея которую я всегда практика практиковала и всегда просила на работу ходить попозже и работать оставаться попозже как бы вставать не раньше восьми утра я сова мне действительно раньше восьми утра даже сложно вставать но бывает что по работе приходится но это не очень здоровая привычка и она очень замедляет работу мозга то есть люди которые встают восемь утра после восьми мозг работает активнее настроение лучше самочувствие лучше и вообще по многим статьям улучшается здоровье так что если у вас есть возможность не ходить на работу слишком рано подумайте это очень хорошее изменение в жизни вот и собственно вот такие темы по поводу упражнений самыми считаются здоровыми медитация и ходьба такая спортивная ходьба ну и танцы может быть какая-то такая легкая нагрузка три раза в неделю по полчаса по часу не больше но не больше часа ребят если вы ходите в спортзал и там раздалбываете себе нервную систему ну конечно ходите но я не уверена может быть на вашем внешнем виде это отразится но у вас уже не только внешний вид есть у вас же еще что то есть конечно человеку который пошел в университет и с 80 килограмм прыгнул на 100 это не очень правильно и я потом как бы привела себя в порядок и все такое прочее но я сделала много ошибок поэтому не делайте их делайте все в жизни с умом медленно спокойно а затем еда да действительно переедание это вещь очень плохая у меня есть с этим проблемы я много ем очень люблю есть но вот с этим мне немножко тяжело бороться потому что ну вот есть кому готовить есть кому кормить а затем солнце в какие но не в больших количествах солнечная энергия тоже для здоровья не очень полезно в больших количествах но немного гулять вот опять же спортивная ходьба медитация где-то на природе полчаса в день час в день это нормально это здоровая здоровая здоровый подход к упражнениям к развитию и все такое прочее и вообще вот сама книга об экономии энергии потому что говорится о том что человеку дано дано какое-то количество энергии в жизни конечно тем что я иногда курю я себе не добавляю энергии я как бы не говорю что я какой-то идеал я просто как бы ой рассуждаю на эти темы и мне просто это близко я не люблю вот этот вот такой излишний какой-то перфекционизм потому что мои родители не были какими-то супер мега спортсменами и ну все нормально я же родилась и все было окей и сейчас вот такое поколение растет что действительно какой-то перфекционизм во всем должен быть идеальный банковский счет лучший телефон лучшая машина лучшая квартира лучшее тело в мире и вот это постятся постоянно мои дети ходят в десять кружков плавание бокс карате и думаю слава богу что на тренинг террористов не ходят а все остальное делают молодцы вот ну извиняюсь конечно самый такой юмор но у меня такой вот юмор вот и ну и как бы вообще вот это хвостовство вот этой спортивной жизнью у меня тоже это было излишняя вот эта вот озабоченность идеальным здоровьем но в итоге я пришла к выводу что вообще вот это перебор в любой форме это 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 очень плохо то есть если ты хочешь себя привести в порядок делай это пошагово делай это как-то с умом не разрушая свою нервную систему потому что помимо твоего тела и мышц у тебя еще есть и психика и вот собственно о чем я хотела порассуждать и у меня не всегда получается все это практиковать но действительно если говорить о положениях этой книги мне ближе всего поспать мне ближе всего легкие упражнения какие-то которые не разрушают нервы не создают какой-то лишней соревновательности вот и что главное вынести вот из этого разговора то что человеку согласно вот этой теории но я читала поиск и вообще как бы поиск ответов на этот вопрос он занял очень много лет автору этой книги он долго пытался найти примеры доказательства но в общем то доказательная база у всего этого есть это не пустой разговор это не какое-то желание такое знаете наука для юмористов и гламурных людей нет дело не в этом а просто действительно согласно этой теории человеку отмерено в жизни определенное количество энергии и если вы ее хотите использовать в первые 30 лет жизни в принципе вы можете это сделать но вы вы наверное хотите все таки чтобы и на другие годы жизни этой энергии хватило потому что жизнь прекрасна и в 30 и в 40 и в 50 и в 60 я в это верю и в 70 и в 80 и может быть и в 90 у меня будет жизнь я хочу лет сто прожить мне вообще очень нравится жить вот и может просто на зло всем на зло всем просто вот и вот это количество энергии нужно как бы использовать очень разумно но это мое видение и видение этого автора и этого ученого если вы хотите изучить почитайте эту книгу там есть доказательная база там есть ссылки на научные исследования и мне нравятся вообще люди которые умеют пойти против какого-то всеобщего мнения этот автор действительно пошел против него и он мне кажется сделал все очень правильно я поддерживаю его вот поэтому вот такие размышления от ленивого но тем не менее озабоченного своим здоровьем человека прежде всего психологическим душевным здоровьем потому что тело телом но есть еще что-то выражение глаз счастья удовольствие от жизни это тоже не последняя вещь потому что тоже когда ты видишь таких очень перекачанных людей но с ними не о чем поговорить и они настолько устают от этой своей спортивной жизни и спортивного питания что в принципе у них на жизнь до энергии не остается это в общем-то сочетается с идеями этой книги вот поэтому вот такие дела такие размышления ну в общем-то я эту теорию вижу подтверждение этой теории на многих примерах люди имеют право верить в то во что они верят конечно вот поэтому ленитесь наслаждайтесь жизнью поменьше соревнуйтесь поменьше равняйтесь на других в этой жизни потому что это вы и как кто-то сказал лучше быть хорошей коровой чем уродливой газелью мы все разные вот и это про меня наверное хорошая корова вот и вот такие вот дела и спасибо что смотрите кто-то все-таки мои видео смотрят и я надеюсь что кому-то это поможет и опять же я не хочу не то что я эти видео делаю чтобы кого-то критиковать или кого-то бесить это просто мои размышления и мой анализ кому-то я уверена это обязательно поможет моя интуиция меня еще не подводила есть люди которым нужны именно такие видео именно такие темы достаточно глубокие и важные а не просто там бьюти-блогеры и тому подобное конечно можно было снимать вот всякое такое наверное подписчиков было бы больше и популярности но как-то я люблю жить в гармонии с собой опять же соревноваться с кем-то зачем вот такая вот жизнь у меня наверное переименуюсь вне героя нашего времени возможно потому что уже русско-американского ренессанса никакого во мне не осталось уже темы пошли такие глубокие философские совершенно не социальные ну частично социальные в общем спасибо большое что смотрите Виктория Джеймс русско-американский ренессанс или не герои нашего времени вот это я уже не знаю но может быть я оставлю оба названия всего доброго до свидания бюст тихо-тихо-америк Sud и я думаю о том что все эти под видео готовы